всем доброго времени суток с вами снова зодиа 69 и мы продолжаем серию гайдов по моду applied energy sticks 2 в этом видео мы рассмотрим с вами типы проводов которые можно использовать для передачи информации в этом моде и чем они отличаются для начала есть четыре основных типа провода это простой стеклянный кабель закрытый стеклянный кабель который по своим свойствам никак не отличается кроме как визуально камни умный кабель который отображает количество каналов которые у нас затрачены сейчас данный момент и мне плотный кабель в котором вместо 8 каналов возможных вот в этих трех кабелях он может изнести целых 32 канала но также поймем с вами что такое кварцевое оптическое волокно и кабельные якори и поехали первый тип кабеля это обычный стеклянный кабель который вы скорее всего первым свою очередь скрафтить и он очень таки дешевый его получается сразу четыре и выполняет свою функцию как передача данных таких устройств как например ими накопители кабель можно подключить до 8 далее есть также мне закрытый кабель который крафтится из стеклянного и шерсти ничем по работе своей не отличается разве что он более кого подходит к вашему на к общему дизайну мода и он более такой более толстый уплотненный и мы умный кабель отличается тем что он отображает как вы видите надеюсь это видно такая есть сейчас темно-синяя полоска количество устройств которые даже не то не то чтобы количество устройств а количество каналов которые сейчас этот кабель выделяет в сети без интерфейс естественно вот это количество каналов максимально это 8 штук ну и посмотрим что будет изменяться если мы будем подключать и подключать устройство данной сети вот как видите уже две два канал занимается сейчас 4 и дойдем до 8 с вами вот вот как отображается 8 из 8 каналов при данном при использовании данного кабеля если вы подключаете еще одно устройство и даже 2 то как видите сеть сразу же перестает работать вообще в принципе то есть для того чтобы ваша сеть работает вам обязательно нужно использовать столько каналов сколько возможно использовать в этой сети идем далее и здесь у нас мне плотный кабель для того чтобы он работал лучше конечно поставить мне контроллер который увеличивает количество каналов максимальная в нашей сети и мы теперь можем от каждой его стороны по 32 канала отводить далее вы можете отводить каналы через допустим имею плотный кабель с одной стороны через умные кабели с другой стороны и как видите сейчас здесь везде отображается что затрачен один канал подключено одно устройство если я подключаю еще одно устройство то здесь в уме и плотном кабеле все так же горит только одна полоска при подключении вот вот в этом участке происходит разъединение то есть имея плотный кабель при преобразуется в обычный умный кабель на 8 каналов поэтому здесь уже мы видим что два устройства подключено когда здесь мы видим сколько сколько пар по идее сколько пар по 4 канала используется в сети это немножко сложно я сейчас вам покажу мы включили четыре устройства здесь как мы видим уже четыре полоски здесь одна подключаем 5 и как видите здесь отображается вот только вот с этого момента здесь отображается вторая полоска это значит что четыре устройства уже было подключено это максималка да для отображения здесь и еще четыре сейчас мы продолжаем подключать ну и так далее то есть вот мы четыре подключили когда мы подключим с вами еще определенное количество устройств допустим сюда то как видите здесь уже отображается что мы используя начали использовать третью четверку каналов а здесь по-прежнему их только две если мы поставим что-нибудь еще здесь мы не увидим увеличение до трех полосок по той причине потому что здесь уже достигнут максимум здесь уже восемь из восьми поэтому чтобы сделать чтобы здесь было три на вы подключить устройство с другой стороны уточняем ну да можно принципе так вот мы с вами это и выяснили то есть подключая таким образом устройство с различных сторон мы сможем довести с вами здесь использование каналов до максимум то есть использовать 32 из 32 каналов что ж с этим разобрались давайте теперь поймем как работают вот эти два два кабеля это кварцевое оптическое волокон и кабельный якорь для того чтобы это с вами выяснить давайте используем иметь терминал в этой иметь сети здесь вот вами накопители лежат вот такие вот предметы когда вот в этой сети лежат совершенно другие предметы если мы не хотим чтобы эти сети связывались но при этом допустим здесь вышло из строя питающего устройства до когда система энергогенерирующая вышла из строя нам нужно срочно запитать вот эту иметь систему и нету времени ставить там генераторы что-то еще просто прокладываем один кабель и господи как это все странно смотрится ладно вот так делаем прокладываем кабель и из кварцевого волокна и как видите система вполне себе работает при этом если я загляну сюда здесь по-прежнему будут вещи только из этой иметь сети а здесь вещи только из этой меня сети почему то потому что кварцевое оптическое волокно не передает информацию она придает только и только энергию мы можем запитать множество различных систем от одного допустим от одной ячейки или от одного скопления ячеек но при этом эти сети будут разнородными информация в них не будет придаваться между ними точнее а энергия будет вот для этого нам и нужен нужно кварцевого оптического волокна что такое кабельный якорь довольно таки простое устройство которое нам позволит не подключать к сети нежелательные блоки допустим вот я не хочу чтобы я поставить сюда сундук по каким-либо причинам да может быть у меня в комнате места мало и приходится жертвовать некоторыми вещами но я не хочу чтобы этот сундук подключился именно к этому проводу может быть здесь другая сеть что мне делать в таком случае убираем сундук ставим кабельный якорь и теперь уже ставим какое-либо устройство таким образом этот сундук не будет работать сейчас я это вам продемонстрирую достаем диск с данными до соумью и как видите мы не можем открыть сундук потому что у нас запросто нету энергии дело в том что вот кабельный якорь противодействует препятствует точнее подключению к проводам или к другим допустим кабелем блоков если вы вот этот кабельный якорь установили для того чтобы подключить все-таки данный блок можно допустим подвести провод сбоку и тогда вуаля он заработал то есть таким вот нехитрым способом вы можете настраивать взаимодействие ваших сетей разграничивать их ну и естественно все эти кабели они могут быть окрашены окрашены при производстве допустим либо окрашены специальным валиком о которыми немножко позже вам расскажу как же можно окрашивать наши провода в разные цвета чтобы они допустим не соединялись друг другом просто создаем валик следующим образом и вставляем его вам есть сундук вместо диска при этом саму рабочую область сундука добавляем такие вот шарики с краской которые я вам покажу сейчас как они делаются допустим берем шарик материи он делается в соответствующем устройстве когда уничтожаете там генератор материи то есть уничтожаете какие-либо вещи да и превращать его материю шарики добавляйте кого не красить любой положите 8 окрашенных шариков эти шарики добавляйте потом в эту рабочую область сундука пожалуйста достаете валик и все вы можете теперь правой кнопкой применять краску к проводам и они будут окрашиваться соответствующие цвета вы можете менять цвета потому что вы закинули как вы видели несколько шариков различного цвета нажав shift и вращая колесико мыши вверх вниз то есть как вы естественно догадались если окрашивают правда в разные цвета они разъединятся и соответственно вся система не будет тогда работать ну или ее часть также нужно помнить что вы можете окрашивать любые терминалы если окрасить те провод на котором он установлен какой-либо цвет в принципе довольно таки прикольно потому что можно из такой невзрачной серой базы сделать такую веселую разноцветную принципе про провода я вам рассказал все ничего особо сложного в этом нет как вы видите тем не менее все работает достаточно интересно и можно делать очень необычные базы необычная система при помощи казалось бы очень простых проводов простых девайсов с вами был задержки 69 ожидайте новые видео на и они обязательно будут сейчас выходят с небольшой задержкой потому что увы и ах сессия экзамены зачеты но сами понимаете вам желаю удачи с вами был задержки садить всем пока сарделька сосиска редиска новоходоноса